Музыка Многие из вас писали в комментариях насчет нового режима на ласте. Им является Hide and Seek. Суть игры проста. Одни должны искать, а другие прятаться. То есть, кто прячется, могут замаскироваться под разные блоки, чтобы их было не найти. Искатели же должны успеть найти всех за 5 минут, иначе победа достанется прячущимся. Всего в игре есть две роли. Это прячущийся и искатель. Задача первых – найти укромное местечко и спрятаться так, чтобы их не нашли. Задача вторых – искать. В лобби ожидания можно выбрать одну роль. В начале игры будет выбран один или два искателя, а все остальные станут прячущимся. Однако, если последний искатель покинет игру, то на его месте будет выбран новый из числа прячущихся. Больший шанс стать искателем имеют те, кто еще во время ожидания не выбрал команду. Роль прячущегося. У прячущихся есть всего одна жизнь, поэтому права на ошибку у них нет. Тем не менее, они могут и постоять за себя. У каждого блока есть алмазный меч, которым вполне можно убить искателя. До начала игры прячущийся может выбрать маскировку, но сможет ее сменить и во время игры. Для этого есть два предмета – огненный порошок и палка эфрита. Используя палку, можно нажать на любой блок и превратиться в него. С условием, что маскировка приобретена и доступна на этой карте. Используя порошок, можно превратиться в один из случайных блоков на карте. Независимо от того, куплен он у вас или нет. Очень часто пользоваться этими предметами нельзя. Максимальная задержка на использовании палки – это 35 секунд. А на использовании огненного порошка – целых 90. У донатеров эта задержка немного уменьшена. Чтобы прячущемуся превратиться в полноценный блок, нужно стоять на месте, где нет никакого блока целых 5 секунд. Чтобы выйти из режима маскировки, нужно нажать на Shift. Роль искателя У искателей обязательно есть броня и меч, а также различные наборы, но не ограничены в жизни. Из расходов, которые они станут наблюдателями. Их задача – найти все, кто спрятался. Проверяйте все блоки, которые встречаете на своем пути. Из списка маскировок на данной карте. Ведь прячущийся может быть в самом укромном месте. На поиске у вас есть целых 5 минут. За убийство прячущегося к времени добавляется дополнительно 10 секунд. За гибель от рук прячущегося отнимается 15 секунд. У каждого искателя в четвертом слоте есть сундук. При нажатии на который откроется список всех маскировок на данной карте. За минуту до конца игры они также смогут посмотреть количество прячущихся, замаскированных под картой из блок. Чтобы упростить поиски. Если победят искатели, победа будет засчитана только тем, кто был искателем с самого начала игры. Маскировки Помимо всех стандартных блоков, дерева, листва, камня и так далее, появились и множество новых. Почти на каждой карте можно найти место, куда встать одним из блоков и вписаться в интерьер. Также на каждой из карт разные маскировки. Поэтому не удивляйтесь, если вдруг купите все на одной карте, а потом зайдете на другую и не увидите ни одной. Список всех маскировок можно посмотреть в лобби. Также можно все купить. Наборы и перки Для каждой роли есть и свои плюшки. Например, для прячущихся есть перки, которые могут помочь им спастись от искателей, а у искателей наборы, которые помогут им убить всех замаскированных. На этом пока все. Обязательно поддержи меня лайком и подпишись на канал. Это был Озвей. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok